Доброго всем! Сегодня у нас легенькое видео о ГБЦ КАМАЗ. За многолетнюю практику мы впервые столкнулись с тем, что в этой головке при опрессовке задуло по периметру пробки. Причем задуло очень сильно на минимальном давлении. Честно говоря, мы даже не были в курсе, как она там устроена. Но менять нужно, и наш механик Геннадий пошел на амбразор. Недолго думая, решили сделать отверстие в пробке, накрутить в ней резьбу и обратным молотком выдернуть, а там уже разбираться, что почем, какие из мячок. Взяли сверло 6,8 под резьбу М8 и начали сверлить. Сверлили, сверлили и не ожидали, что толщина пробки существенная. Грешным делом уже подумывали, что сверлим у тела головки. Но нет, оказалось у этой головки просто такая толщина пробки. Нарезаем резьбу. Понятное дело, что здесь сложности никаких нас не ожидало. А вот и наш Генка, самый Генка из всех Генок. Он закручивает насадку обратного молотка в пробку. Далее присоединяет и сам молоток. За несколько смыков Геннадий выдергивает пробку из головки. А вот она такая. Толщина стенки головки, конечно, впечатляет. Это вам не ГБЦ БМВ с толщиной стенки чуть более толщины фольги. Для тех, кто не понял, я утрирую, но толщина стенок у БМВ действительно уж очень мало. Геннадий чистит посадочное отверстие в головке. Пока он стал готовить пробку, в головке уже подошел токарь и стал измерять отверстие для новой провоки. А вот что значит командная работа. Мы, естественно, Виталия остановили, ведь здесь, как оказалось, новая пробка не нужна. А нужно лишь заменить резиновое уплотняющее кольцо. Сняли с пробки выединенное старое резиновое уплотнение. Оно реально стало пластмассовым и ломалось с большим усилием. Подобрали подходящее колечко и надели взамен старого. Сварщик Андрей заварил нашу резьбу с двух сторон. Геша надел новое кольцо и молотком засадил пробку на свое место. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. ПРОДОЛЖЕНИЕ СМЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...